Истоком зарубежной русофобии является правление Путина. Поскольку это правление само является русофобским, то русофобия растекается по всему миру именно из этого источника. Там и свои причины русофобии есть, но главные причины здесь. Российская Федерация – это русофобский политический режим, который присутствует на территории исторической России как нечто враждебное нашей Родине и враждебное русскому государству, образующему народу. Другим коренным народом тоже, но главным врагом для Путина является русский народ. Это он доказал многократно. И я снова обращусь к своей книжке «Вспомним Родину», которую вы можете у меня заказать, с конкретным примером русофобии, которая началась уже давным-давно. Просто конкретный пример, как это делалось. 20 лет назад, 20 лет прошло, и многие как-то даже не подумали сделать для себя какие-то выводы, какие-то уроки. Вас уничтожают, вас уничтожают те, за кого вы ходите голосовать, кому вы верите, а некоторые даже прямо вот влюблены в начальство. Это вот прямо запись 4 марта 2004 года. Я тогда такие короткие дневниковые наброски делал, и потом некоторые комментарии, некоторые стенограммы включил вот в эту книгу. Итак, 4 марта 2004 года. Круглый стол комитета по делам СНГ по поводу законопроекта по санкциям против Латвии. Тогда была такая кампания по ликвидации русских школ в Латвии, и небольшое шевеление со стороны Кремля, чтобы этому противодействовать. Даже такие ролики были, бойкие руки прочь от русских школ и так далее. И засылали туда активистов, которые помогали там как-то акции протеста устраивать. И вроде как подумали, что надо было бы ввести санкции против Латвии. Законопроект ранее не вызывал возражений, а теперь явно инспирированная кампания общественности. Выступление главы Международного комитета Косачева, которого вы сейчас тоже можете лицезреть. Это человек уже четверть века не вылезает из депутатских кресел. Сейчас в Совете Федерации тоже периодически выступает. Превратился из крайнего либераста в такого зет-патриота. В общем, вечный такой человек. А вы дальше голосуйте, голосуйте за Единую Россию и за всех сателлитов. В общем, никаких других партий в парламенте и не существует. Кроме как это вся одна шайка-лейка и КПРФ, ЛДПР, это все одно и то же. И вот этот человек был тогда председателем Международного комитета. И потом был председателем долго-долго и долго. И получал, естественно, знаки признания со стороны их латышей, со стороны Латвии и других зарубежных государств. В общем, самый такой типичный изменник. Он выступил против санкций. Ну, потому что ему сказали, надо выступить. Он как человек с гибкой спинкой выступил. В целом, мне эта комедия так не понравилась, что я высказался крайне резко. В том числе по поводу московского чиновника Малышкова, бессменного организатора всех торговых отношений в столице, который теперь пришел защищать свой бизнес в Латвии. Я обвинил его в сговоре с русофобским режимом, а Косачева в том, что он не дает нам защищать соотечественников, не видя, в принципе, возможности применять санкции к кому-либо, и предлагает жаловаться в международной организации. С тем я и ушел. И дальше кусочек из выступления, которое там было с моей стороны. Казаясь того, что было сказано представителям международного комитета, я с удивлением обнаружил, что оказывается суверенитет нашей страны, и который более всего проявляется в международных отношениях, может быть защищен вовсе не в двусторонних отношениях, а только в международных организациях. Получается, что никаких мер воздействия на враждебную нам Латвию мы не имеем, кроме как бегать, жаловаться в парламентскую ассамблею Европы, где к нам отношение уже оформилось. И нас не должны выводить в заблуждение некоторые уступки, которые потом будут нейтрализованы. Мы прекрасно видим, как европейское сообщество относится к чеченцам в Чечне, и как оно относится к русским в Чечне. Это противоположное отношение. Для Европы мы всегда будем именно в таком изгойском положении, а Латвия у европейцев никогда не будет изгоем. Меня также возмутило розданное интервью заместителя председателя министра Митрофановой. Это сестренка этого Митрофанова-порнографа, который долго тоже очень в Думе был вместе с Жириновским, потом сбежал там какие-то против него. Скандалы возникли, уголовное дело возбудили, он и сбежал из страны. Где прямо был высказан страх санкций? Что мы вообще не можем никакие санкции применять, несмотря на то, что это обычная международная практика. Оказывается, санкции к враждебному государству, угнетающим наших соотечественников, мы не можем принимать, потому что якобы мы еще хуже им сделаем. Но отсюда возникает еще третий момент, что во всех наших документах, в том числе и в законах, и в концепции внешней политики, мы рассматриваем в качестве субъекта только государство. А граждан этого государства и жителей этого государства мы вообще не видим. Точно так же это проявляется и в выступлении господина Косачева, который говорит, что если кого-то не пустили в Латвию, то это ничего. Вот если бы решение Госдумы было по командировке, тогда нормально, тогда им надо реагировать. И последний момент. Я считаю, что существует сговор российской бюрократической элиты с русофобской Латвией. Я считаю, что в выступлении представителя правительства Москвы это достаточно проявилось. Ну и все. И меня прервали. И дальше я не смог выступать, потому что, ну как всегда, время закончилось. Видите, это выступление вообще очень короткое. Ну очень неправильно, неправильно вот я выступаю, поэтому ведущий Константин Затулин тогда был тоже вечный депутат. Он с тех пор тоже более четверти века, может даже уже три десятка лет не вылезает из Государственной Думы, выполняет то, что ему поручено и всегда готов в чем-то изобличить оппозицию, на себя никогда не оборотиться. А результат вот он. Мы тогда в одном комитете состояли по делам СНГ, и Затулин тогда вел этот круглый стол. Вот результат. Вы не хотите защищать соотечественников в соседних странах? Вы не хотите санкции налагать? К чему это приводит? К тому, что вы и сами оказываетесь в собственной стране под прессом русофобии. Там русофобия, здесь русофобия. В конце концов, прибалтийские государства вооружаются против Российской Федерации. Это еще один возможный фронт войны, где вы, ваши отцы, мужья, дети будут погибать. Вы понимаете, к чему приводит вот этот разрыв 20 лет? Дальше, ладно, не буду продолжать об этом. Разрыв в 20 лет показывает, что если 20 лет назад вы не напряглись, не вышвырнули эту шайку, проголосовали за Единую Россию или за какую-то другую прокремлевскую партию, вот через 20 лет это отливается в санкции в противоположную сторону. Туда не назначили, вот они пришли в эту сторону. И в конце концов, полный провал политики, внешней политики в целом, и дипломатии в частности, приводит к войне. Война на Украине – это результат полнейшего провала всей деятельности путинской администрации, путинских правительств, путинских министров иностранных дел и всех остальных министров. Полный провал. Вы поддерживаете этот режим, поддерживаете его сателлитов, КПРФ, ЛДПР, справедливую Россию. Все. Это значит, что вы на стороне своих собственных врагов. Можете вы как-то перестроить свое сознание и перейти к сопротивлению? Сопротивление только одним способом возможно. Это формирование русских политических организаций, которые должны предъявлять претензии на власть, предъявлять претензии власти и добиваться власти. Если не будет в России русской власти, песенка наша спета. И тогда демографический коллапс, который мы переживаем, не будет столь уж трагическим. То есть нынешние поколения не наплодят следующие, которые попадут в ситуацию уже физического истребления на всех углах. Вы этого хотите? Ну, вы не заметили, как Россию заселили исламистами, которых здесь уже десятки миллионов отчаянных исламистов? То есть Путин поставил себе задачу еще тогда, в начале 2000-х, превратить Российскую Федерацию в исламское государство. И сейчас это активнейшим образом реализуется. Эта программа прямо вот сейчас на наших глазах реализуется. Вы должны это как-то заметить. И заметить полную несостоятельность этих людей в их декларациях, которые предъявляются публично. Они объявляют о своих целях и задачах. И даже иногда выдумывают какие-то совершения, которых в реальности нет. Они лгут беспрерывно. Они делают противоположное тому, что обещают. А вы продолжаете их поддерживать? Никакой поддержки путинским ставленникам. Никакой поддержки ему самому. Этот режим русофобский, враждебный для нас. Мы должны чаять его уничтожение. И замены антирусской русофобской власти русской властью. России русскую власть. Слава Руси! Господи спаси!